МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии программа Добрый день, Тюмень, Ольга Солоницына и Дмитрий Наумчик. Приветствуем всех и незамедлительно начинаем. Родителям в помощь. Какие они? Семь секретов счастья. Азбука жизни. Учебная квартира для особых ребят. На языке жестов. Инклюзивный фестиваль «Лукоморье» в Тюмени. Для человеческого общества, естественно, разнообразие. Вместе живут взрослые дети, блондины и брюнеты. Работают вместе еще. Да, богатые и бедные. Все мы разные, но всех нас объединяет одно желание. Желание быть счастливым. Говорят, что каждый сам кузнец своего счастья. Но если хорошенько подумать, так ли это? Ведь рядом с нами живут особые люди, которые, вступив на жизненный путь, до своего счастья, без нашего с вами участия, будут идти ой как долго. Мы имеем в виду деток с особенностями развития, с ограниченными возможностями здоровья. О них будем говорить сегодня. И, конечно, о том, что делается для них в нашем регионе. Но прежде хотим задать вам вопрос. Вот в кругу ваших друзей, близких, знакомых, есть ли семьи с особыми ребятишками? Спрашиваем, потому что знаем, как может измениться жизнь семьи, когда в ней появляется особый ребенок. Все переворачивается с ног на голову. Старые друзья могут дистанцироваться, однако и новые могут появляться. Заходите в группу Тюменского времени ВКонтакте, выбирайте один из вариантов ответа. Да, у нас есть такие друзья, второй вариант нет, и третий – мы больше не дружим. Бывает и такое. Итоги подведем через полчаса вместе с нашими гостями. Поводом для встречи, с которыми стала хорошая новость. В Тюменской области успешно завершился первый этап реализации комплекса мер по поддержке родителей детей-инвалидов для сохранения семейной среды, развития и воспитания детей. Активное участие в этой работе принимают как социально ориентированные некоммерческие организации, так и государственные учреждения. Ну, а начнем мы наш разговор с врачом областного реабилитационного центра «Родник» Александром Волковым. Александр Сергеевич, добрый день. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, к нам. Присаживайтесь. Присаживайтесь. 23 года. Да? Да. Роднику. Ну, с того момента, когда он первых детей принял. Правильно, да? Да. За это время не раз родник был отмечен разными наградами, в том числе благодарственным письмом Департамента социального развития Тюменской области. Но давайте напомним для начала, чем центр занимается. Смысл и цель работы. Наш центр занимается комплексной реабилитацией детей с инвалидностью, а также детей, которые имеют хронические заболевания. А о каких заболеваниях идет речь? Каких деток вы приглашаете, принимаете на реабилитацию? Это дети, в первую очередь, с заболеваниями центральной нервной системы, такие как детский церебральный паралич, эпилепсия, нервно-мышечные болезни. Это ментальные нарушения, это заболевания опорно-двигательного аппарата, это эндокринные нарушения, такие как сахарный диабет, первого-второго типа, ожирение и многие другие системы. Смотрите, а как вот детки к вам вот такие попадают? Это сами родители? Родители приходят или вы как-то приглашаете? То есть у нас и запросы есть на этот случай, и также есть службы, которые занимаются отбором детей на реабилитацию. Программа, например, по сахарному диабету у нас защищена успешно и по ожирению, поэтому успешно берем таких детей и реабилитируем. А вы как-то, так они на смену к вам приходят, они живут или они приезжают только на процедуру? Как работа, механизм строится? Мы за год принимаем 14 реабилитационных смен. А, сменные. Каждая смена составляет 21 день. На льготных условиях семья может приехать один раз в год. Дети с расстройствами аутистического спектра могут попасть к нам на реабилитацию три раза в год. Тем самым охват за год составляет около двух тысяч детей. Двух тысяч детей каждый год? И вы на протяжении скольких лет уже? На протяжении уже 23 года. Смотрите, здравоохранение, медицина сейчас не стоит на месте, реабилитационные программы не стоят на месте, все развивается, новое оборудование, препараты и все такое. Насколько вы могли бы оценить оснащенность центра, который вы возглавляете, насколько он соответствует каким-то новым технологиям, да, и персонал, люди, врачи, кто эти люди? В первую очередь, это, еще раз повторюсь, поскольку это комплексная реабилитация, в нашем арсенале есть медицинские услуги, социально-психологические, социально-трудовые, скультурно-здоровительные. Поэтому, скажем так, у нас большой, большой, скажем так, опыт в этом плане работы. И здесь, что мне очень нравится, идет хорошая параллель, когда одновременно работают и врачи, включая врача ОЛФК, врача-физиотерапевта, врача-невролога, врача-педиатра, врача-детского эндокринолога. И параллельно у нас идет трагическая служба, да, это логопеды, дефектологи, психологи. То есть ребятишки заехали на смену, и все там силы, все средства, которые есть, на них бросаются? Вот смотрите, уже полгода такой весомый вклад в реализацию комплекса мер по поддержке родителей и особых детей вносит программа «Семь секретов счастья». Да, она разработана вашим центром при поддержке Департамента социального развития Тюменской области. Вот что она из себя представляет, чем она помогает семьям? Эта программа в первую очередь направлена на активную поддержку семей, которые воспитывают детей инвалидов, по сохранению и укреплению здоровья, формированию семейно-нравственных связей, формированию здорового образа жизни в первую очередь. Какие направления? Семь секретов, да, давайте уже тогда по каждому секрету отдельно. Возьмем первое направление, социально-психологическое направление. Здесь работают непосредственно психологи-логопеды. Это занятия в сенсорной комнате, арт-терапевтические занятия с родителями и семьями. Социально-психологическое направление. Здесь мы обучаем родителей играм, которые можно проводить в разное время года. Дома, да? Да. И в том числе обучаем детей, которые лишь ограничены какими-то возможностями. Социально-трудовое направление – это работа мастер-классов. В первую очередь в классах декоративно-прикладного творчества. Пока идет программа, каждая семья может выполнить порядка двух поделок. Например, там поделка подкова на счастье, либо там подставка для карандашей. То есть там детки вместе с родителями, да? Да, то есть самое главное в парах работать в этой форме. А дальше медицинское направление. Здесь у нас две встречи. Это врач ЛФК с тематикой двигателя на здоровье. И врач-педиатр с темой компоненты здорового образа жизни. Далее берем физкультурно-оздоровительное направление. Здесь работает уже специалист по адаптивной физкультуре. Называется двигательное здоровье, то есть двигательная активность для всей семьи. Где опять-таки в парах мать и ребенок занимаются на фитболах, то есть на кружках. Обучаются принципам семейной йоги, ну и каким-то различным спортивным играм. И культурно-досуговое направление. Здесь у нас работает специалист по комплексной реабилитации, где мы обучаем организации проведения детских праздников. От банального, да, то есть оформления спальной комнаты до сервировки стола, кончая каких-то сюрпризных моментов, да. И мы, конечно же, берем на примере этого направления формирование праздника дня рождения ребенка. Есть еще одно направление, ведь правовое, да. Почему важно было его включить в программу? Что там, что это за консультация? Надо понимать, что правовое консультирование на сегодняшний момент трудно вообще переоценить. Семьи, которые имеют особых детей, родители порой не знают, то есть, да, какие услуги, привилегии, то есть льготы им положены, да, согласно нашему государству. Какое право социальной помощи им, в общем-то, отведено. И благодаря, скажем так, этой рубрике мы понимаем, что наш специалист помогает избежать, да, трудной жизненной ситуации, максимально включить собственные ресурсы клиента, как объекта самой взаимопомощи. Катя, вот оно же разделено там на несколько этапов, да, вот это вот обучение или как-то консультирование. Как это проходит вообще? Проходит две встречи. Первая встреча – это групповая встреча, общий сбор, где наш юрист ознакомит с основными, то есть, мерами социальной поддержки, которые могут, в принципе, получать наши семьи с особыми детьми. А вторая встреча – это уже индивидуальная, где на общей встрече какой-то родитель не изъявил желания высказать о своей проблеме, он пожелал индивидуально пообщаться. И бывают такие моменты, что клиент ведет письменный запрос юристу по какому-то конкретному вопросу, и в письменной форме наш специалист уже на него отвечает. Сколько семей вообще за полгода? Вот, вот, семь секретов счастья для себя раскрыли, да? Начиная с июля 2019 года, это 41 семья. В 2020 году мы охватили уже 14 семей, итого 55, и получается, за полтора года мы планируем охватить более 100 семей. Почему так? Да-да-да, просто, то есть, получается, июль, полгода, ну, чуть-чуть больше полугода, да, программа действует. Вот, вот, что вы можете сказать, какие из этих семи секретов счастья, да, родителям наиболее интересны, или, может быть, сложнее даются? А я бы здесь не сказал, что есть какие-то проблемы у родителей. Те семьи, которые были отобраны, эту программу, мы их называем инициативная группа. То есть, это та группа, которая извила чего-то узнать новое, чему-то научиться, и мы-то понимаем, что на выходе из нашего центра по окончании реабилитации они будут данную информацию уже... Конечно, конечно, поэтому в равной степени интересуются абсолютно всем. Мы видим благодарности как в устной беседе, так и в анкетах. То есть, родители благодарят за дополнительное отношение к своей семье, за то, что мы относимся к их проблемам, то есть, так, очень скрупулезно. То есть, такой предварительный итог, да, за полгода. Программа работает, программа эффективна, да, она помогает, но, тем не менее, как-то дальше будет модернизироваться, видоизменяться? Вообще, само направление программы меняться не будет. Но само содержание и тематика занятий будут изменяться. Например, то есть, тематика в творческих мастерских поменяется немножечко, где мы будем, допустим, те же самые поделки делать, но уже в зависимости от времени года и от праздника. Психологи-педагоги будут разыгрывать с детьми и с родителями те игры, например, от тихих игр в дождливую погоду до активных, шумных, например, в яркий погожий день. Но, опять-таки, родители обращают, акцентируют свое внимание, что им хотелось бы как можно больше, чтобы было именно акцента и занятий на самих родителей. На самих родителей? Да. Так, так, так. Это объяснимо, потому что большинство мам, а именно мам, а не папа, потому что, как правило, у нас проезжают на реабилитацию либо бабушки, либо... Папы работают, деньги зарабатывают, да? Да, да. Они говорят, что наша жизнь подчинена ребенку, подчинена его здоровью, и это объяснимо. И порой на себя любимую времени-то нету. Поэтому в 2020 году мы планируем все-таки расширить кругозор психологического направления, например, ввести такие тематики и занятия, тоже будет работа психологов, как естественное отражение души, допустим, это работа, телесная работа, это арт-терапия, когда будет лечение искусством, допустим, да, будет непосредственно психолог работать с матерью, с ребенком в сенсорной комнате. Ну и, конечно, все-таки мы не можем яицину никуда-то двинуть, потому что мы работаем в тесном контакте с педагогами, с психологами, продолжится работа в школе, сохрановать дебет, а в работе ожирения. Но все-таки, может, какие-то тематики будут еще наверстываться по мере необходимости, по мере поступления, в общем-то, запроса нашего клиента. Да, очень хорошие планы. Да, да. Пусть будет все, да, да. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Помощь детям с ограниченными возможностями здоровья – особая тема – развить способности и преодолеть трудности развития часто помогают не только медицинские процедуры, но и адаптивная физкультура. Об успехах маленьких спортсменов расскажут наши коллеги. Где-то полтора года назад захотела, чтобы Глеб занимался физкультурой. Но у нас не норма типичных детей, никуда не берут. Я искала такое вот место. Искала и нашла. Анна Чернакова привозит сына в Центр «Оптимист» трижды в неделю. Занятия на беговой дорожке и эллипсе даются непросто. В начале каждой тренировки мальчик кричит и сопротивляется. У семилетнего Глеба аутизм. И спорт для него – способ реабилитации. Успехи уже заметны. Сейчас Глеб в общеобразовательной школе ходит на физкультуру с остальными детками, своим классом. И самое для меня главное, что его там хвалят. Вверх. Бросай. Молодец. Дай. Еще раз. У маленькой Маши тоже большой прогресс. Год назад девочка не воспринимала окружающих, а тренировки проходили с истериками. Сегодня в это сложно поверить. Она стала более контактна. Она слышит все, что ей говорят. Она выполняет инструкции, последовательность действий. У нее улучшилась именно выносливость. То есть, когда она на дорожке идет 20 минут, для нее раньше это был подвиг. Дети с аутизмом не могут долго концентрироваться на одном упражнении. Здесь же вместе с тренером удается закрепить нужное поведение. Методику перенимали у турецких специалистов. Они – признанные лидеры в этом направлении. Здесь мы ребенка еще тренируем держать себя в руках, контролировать свои эмоции. Они у нас эмоциональные, все кричат, шумят, протестуют. И это одна, наверное, из самых главных трудностей. Сегодня оптимисты вновь преодолевают себя, выходят на лед. Это еще один способ обилитации, который поддержал фонд президентских грантов. Центру выделили 500 тысяч рублей. На эти деньги приобрели велосипеды, ролики, лыжи и коньки. Мы уже договорились с катком школы номер 22 в Тюмени. Да, они нас пустят туда, мы будем там наших детей обучать. Первые шаги на коньках – и сразу слезы. Однако Маша не сдается и идет навстречу маме. Ставь ножку. Раз, ножку. Вот, два, вот, вот. Молодец. Больше всего в этих малышей верят родители. И даже пара шагов для них уже победа. Смотрите далее. Учебно-тренировочные квартиры. Как особых ребят учат самостоятельности.